значит мотайте на ус ловить лайфхак как положить клиента чтобы удобно ему размять шею да обычно говорю клади руки под лоб да некоторые это не понимают почему-то начинают вот так вот так руки вот так на кулачки встают кто-то вообще вот сюда руки кладет кто-то вообще идет вот так сползать свежую голову вот туда вот вниз со стола понимаете если смешно как вот такое просто не могут понять руки под лоб да ну можете подсказать до или лбом на руки и вот лучше до 11 чтобы было повыше но бывает так что у некоторых шея короткая или сжата до слишком большой лордоз напоминается туда тогда можно использовать дырку если я встали дырка да то вопрос корот руки голову в дырку да вот пониже но бываешь у людей узкая грудная клетка до плоская как бы да тогда мы должны приподнять грудную клетку просим человека ставят локти здесь а вот эти ладони туда-туда включающего будет погрузить вот смотрите голова опускается вниз главное проверять что он дышал ведь как раскрылась тут и просто протестируйте спрашиваете носом дышишь нормально не опираешься потому что будет воздействие давно чтобы носом не придавила нормально удобно только кулачки вот так сделать удобно да муж кулаки делал да вот точно как бы сам сделал подушку себе есть надувные подушки такие пол кольцом может быть в самолетах обычно используют можете ее подложить ее можно подложить как сверху вот так вот да так и снизу под челюсть то есть проверяется как человеку удобнее а еще было бы лучше если у вас была вот например вот такая большая подушка и положить ее под груди на вниз пожалуйста вот весь окон завернулся и у него тут вообще все раз раскрылась и еще он по сравнению с тем что когда просто жал на столе она прижигались плечи сейчас плечи расслаблены плечи расслабились так что рекомендую вам имейте в своем арсенале вот какую-нибудь такую подушку до чтобы удобно можно было человека размять ведь у вас раскрывается вся шея и вы все ему хорошо можете проработать здесь с вами был олег алав гудвин не теряйте ставьте лайки нажимайте на колокольчик сверху а я вам хочу раз расскажу еще кое-что новенького и секретного